Уважаемые гости, компания Кодерлайн приветствует вас. Наша сегодняшняя встреча посвящена конфигурации 1С ERP управления холдингом. Мы поговорим про самый существенный элемент, то есть про закрытие месяца. На экране вы видите наши контактные данные, наша электронная почта, телефоны, телеграм-контакты и адрес нашего сайта. Вы можете туда вернуться чуть позже. Мы выкладываем запись вебинаров и, возможно, еще какие-то наши материалы вас заинтересуют. Мы очень надеемся. Вести сегодняшнюю встречу буду я, консультант-аналитик 1С Кардыша Галины. И наша сегодняшняя встреча будет построена таким образом. Мы будем смотреть, скажем так, пояснения, выдержки из нормативных документов на слайдах, а параллельно будем переключаться на демо-базу вот таким вот образом. Вот. И смотреть на местность, так сказать, то, о чем мы с вами поговорили, вот так, глядя на слайды. Таким образом, мы с вами, в общем-то, и теоретически, и практически посмотрим, какие особенности имеет этот режим закрытия месяца, это рабочее место. И что у нас здесь есть нового, какие изменения у нас возникли, потому что сейчас практически происходит реорганизация учета, реорганизация налоговой системы, то есть изменения вносятся практически в каждый подраздел конфигурации 1С. О чем мы сегодня с вами будем разговаривать? Какая программа вебинара? Вы видите сейчас на экране, то есть мы поговорим, естественно, про настройки, которые могут быть в связи с закрытием месяца. Поговорим, зачем предусмотрен так называемый второй контур, что это такое и для чего. Поговорим про автоматическое выполнение закрытия месяца. Есть такое рабочее место. И, соответственно, дополнительно, что такое задание к расчету, что такое протокол расчета. Ну, то есть посмотрим отчеты, которые нам доступны в этом подразделе. Начнем мы немножечко, освежим, так сказать, в памяти, где у нас находится сам раздел закрытия месяца. Посмотрим вот такой слайдик. Это у нас подраздел финансовый результат и контролинг. И здесь у нас с вами есть блок закрытия месяца. То есть рабочее место закрытия месяца и регламентные документы, которые сопровождают, так сказать, этот процесс. Сейчас мы переключимся с вами на демо-базу. А перед этим я еще хочу сказать, показать вам еще один слайдик. То есть вот такой. Когда мы запускаем регламентную операцию по закрытию месяца, у нас с вами появляется вот такой интерфейс. То есть это уже сформированное закрытие месяца. Но оно, вот как вы видите, здесь может быть с определенными ошибками. То есть красные крестики – это ошибки, а зеленые крестики, которых здесь практически нету, это правильно выполненные операции. Переключаемся с вами на демо-базу. И проверяем подраздел «Финансовый результат». И вот он, блок наш «Закрытие месяца». Собственно говоря, закрытие месяца – это итоговая процедура. И здесь выполняются регламентные документы. То есть закрываются счета, которые ежемесячно требуют закрытия. Рассчитываются себестоимость и так далее. То есть мы сейчас с вами переходим в рабочее место закрытия месяца. И у нас с вами формируется вот такой интерфейс. У меня не закрыты предыдущие периоды, но в этой конфигурации у нас эта ситуация может быть. То есть будет выдаваться предупреждение, что у меня требуется пересчет вот уж аж с марта 2017 года. Сейчас мы попозже поговорим, что это значит. То есть неужели я с 2017 года, то есть практически 3, 4, 7 лет не закрывала. Нет, на самом деле, конечно, не так. То есть когда я вижу регламентную операцию закрытия месяца, я, естественно, могу, если вот здесь ничего не выбрано, то есть если здесь у меня вот так стоит, то есть я не расставляю флажки, то у меня будет по всем моим организациям закрытие происходить. Если я выбираю какую-то конкретную организацию, то, естественно, это будет осуществляться по данной организации. И вот теперь я вижу печальную картину. И давайте разбираться, что же это значит. То есть есть операции, которые требуют ручного выполнения. У нас есть очень удобные вот такие ссылочки поподробнее. И мы здесь видим, что конкретно предлагается добавить в ручном формате. То есть в связи с чем возникла ситуация и как можно ее решить. Эта ситуация не будет влиять критически на наше закрытие месяца, а будет только как предупреждение. А вот остальные операции надо будет разбираться, почему они у меня возникли. И еще у нас здесь есть практически так же, как в ERP комплексные конфигурации. У нас есть варианты окончательного закрытия месяца или предварительного закрытия месяца. Как мы видим, при предварительном закрытии месяца у нас выполняется гораздо меньше операций. И самое основное, то есть не производится расчет себестоимости товара материальных ценностей. То есть у нас только часть операции рассчитывается, но это дает представление о том, как, допустим, будут распределены затраты и про общую картину закрытия. А вот уже при окончательном закрытии у нас появляется пересчет себестоимости товара материальных ценностей, то есть, соответственно, списание в производство, например, и так далее. Обратите внимание на курсовые разницы. Переход на учет курсовых разниц по налоговому учету по закону 67 ФЗ. Что это такое? Я обращаю на это ваше внимание, потому что это достаточно часто встречающаяся ошибка и вызывающая затруднения при закрытии месяца. То есть это значит, что в учетную политику своевременно не была внесена информация про учет курсовых разниц согласно федерального закона. И, соответственно, эта разница вносится в период с 1 января по 31 декабря 2022 года. И, естественно, после этого требуют перезакрытия месяца с момента внесения записи до будущего периода. То есть обращайте внимание на вашу учетную политику, потому что потом придется делать доработки либо перепроведение документов. На самом деле операции по закрытию месяца у нас тоже имеют достаточно много настройок. И располагаются эти настройки у нас. И вот по этой кнопочке меню настройки выдает нам вот такие варианты действий. Ну, скрывать операции, не требующие выполнения или выполнены успешно, это понятно. Конечно, скрывать пояснения к операциям, это если актуально проставлять этот сложок, если вы экономите место или супер хорошо ориентируетесь, вам не нужны пояснения. А вот эти вот настройки у нас требуют определенных действий. То есть посмотреть, какая у нас ситуация сейчас, мы можем посмотреть настройка блокировки от изменений. На самом деле у нас получается, что здесь нам доступен так называемый второй контур. Первый – это дата запрета изменений. Мы с вами можем ее посмотреть в разделе НСИ и администрирования. У нас с вами есть настройки пользователей и прав. И в этом разделе мы можем посмотреть дата запрета редактирования. То есть у нас, если здесь стоит флажок, то у нас применяется дата запрета редактирования. И мы можем вот по этой ссылке перейти и настроить. Ну, во-первых, мы настраиваем для всех пользователей или для каких-то конкретных пользователей. То есть, например, если у вас работают только бухгалтера соответствующие квалификации, то вы можете для бухгалтеров не применять дату запрета редактирования, а для других пользователей, которые, так сказать, более низкую квалификацию имеют, вы можете этот запрет установить. В этом случае вы устанавливаете дату запрета, такая, какая вас устраивает. Здесь у нас есть выбор. То есть дата запрета... Вот так сделаем. То есть дата запрета у нас устанавливается либо произвольная какая-то конкретная, либо мы можем установить, например, вплоть до предыдущего дня. То есть операции предыдущего дня будут уже недоступны при работе. Либо выбрать, естественно, произвольную дату и установить. на нее, например, через 5 дней после окончания месяца или через 20 дней после окончания квартала. Ну, то есть это уже на ваш выбор. Еще один момент. Это указывает дату запрета каким образом. То есть если я выбираю по пользователям, то я перехожу вот на эту часть закладки и, соответственно, выбираю пользователей, которых я хочу ограничить в правах, для которых эта дата будет установлена. Сейчас у меня стоит для всех пользователей. Ну, естественно, если я буду выбирать, я могу выбрать и каких-то конкретных людей, какие-то конкретные, так сказать, жертвы. Сейчас мы отсюда уйдем. Вот так оставим пока для всех пользователей. А вот общую дату или нет мы устанавливаем для редактирования. Здесь у нас доступен выбор. То есть либо мы устанавливаем общую дату, либо устанавливаем даты по разделам, либо устанавливаем даты и по разделам, и по объектам. Мы немножко позже вернемся к этому меню, поговорим про то, что дает установление вот каких-то дат отдельных от общей даты. А сейчас возвращаемся снова в наше закрытие месяца. И мы здесь, в общем, считаем, что у нас здесь все настроено, все хорошо, и мы со спокойной совестью идем в рекламентное задание, в рабочее место, операции, которые требуются установить вручную. Но когда мы начинаем работать с этим рабочим местом, мы натыкаемся на то, что у нас может быть ошибка, связанная с тем, что я считаю, что у меня дата установления, дата запрета редактирования установлена, а у меня программа ругается, что, например, вот пересчет с марта месяца. Почему с марта месяца? Проверяем. В этом случае нам необходимо перейти в настройки и настройка блокировка от изменений. То есть мы вот в этот режим, то есть не в инфе и администрировании, где мы с вами только что были, и не в установлении даты, а проверяем через настройки. Настройки. Еще раз повторюсь. Настройки. И здесь у нас настройка блокировки от изменений. Если у меня ситуация такая, что отчет еще формируется, не сформировался, то у меня эта строка будет неактивной. Она станет активной только тогда, когда закончится формирование отчета. Значит, я перехожу в настройки блокировки от изменений. И здесь у меня вот такая картинка. То есть у меня есть возможность заблокировать и заблокировать по. Почему такая разница? Потому что, когда мы выбираем, например, расчет по установить дату редактирования по объектам или какую-то другую, то программа выбирает, проверяет наличие дополнительных ссылок. Например, мы выбрали объект договор. Программа будет проверять наличие ссылок на этот договор и чтобы не были изменены, например, какие-то ключевые критерии. И в результате у меня получается картинка, когда можно заблокировать, у меня стоит другая дата. Значит, в этом случае я должна разобраться, почему у меня дата стоит, например, не такая, а стоит февраль месяц. Ну, во-первых, это может быть потому, что у меня установлены задания. Сейчас мы с вами отсюда уйдем. То есть у нас с вами есть еще в этом рабочем месте волшебная кнопочка. Еще, прямо стихи. По этой кнопке мы можем выбрать, во-первых, продублировать меню настройки. Оно у нас вот. Только здесь видите уже больше пунктов. То есть то, что нам было доступно... Ай. То, что нам было доступно в меню настройки, у нас была настройка автоматического заполнения, блокировки и параметры закрытия месяца. А через кнопочку еще настройки у нас, как вы видите, немножко расширенная настройка проверок состояния учета. Нам доступно еще. Но мы не будем более подробно останавливаться на них. Мы потом, когда будем блокировки рассматривать, еще к ним вернемся. И, собственно, интересует нас, куда мы шли. Это вот задание к расчету. Открыть задание к закрытию месяца. И в этом случае, как вы видите, у меня есть невыполненные, незакрытые задания за прошедший период. И, соответственно, пока они у меня есть невыполненные, я не могу закрыть, выставить блокировку счета, такую, как хочу, например, как у меня выставлено через НСИ администрирование, например, там, 1 января 2024 года. Значит, для того, чтобы мне установить эту дату, мне надо, если я уверена, что я те периоды уже закрыла, у меня уже там все хорошо задано, отчетность и так далее, то эти невыполненные задания я могу просто удалить. В этом случае, когда я удалю невыполненные задания, у меня изменится видимость. Так, вот, у меня изменится вот эта табличка, и здесь, соответственно, я буду иметь вот такую картину. То есть можно заблокировать по конкретно июль, например, 24-го. И если я хочу эту дату перенести, вот, например, вот так, я нажимаю вот эту пиктограммку, у меня дата переносится в столбик заблокировать по, и здесь, если я нажимаю кнопку заблокировать, то в этом случае у меня устанавливается блокировка на указанную дату. Но смотрим. Я хочу еще раз посмотреть на эту картинку. То есть вот у меня блокировка. Все, но, а что же у меня здесь изменилось? Вот по кнопочке еще. Вот так. То есть я хочу посмотреть. Я установила блокировку. У меня блокировка есть, и я ее вижу, но какой-то отчет, какие-то сведения о том, что я произвела, мне еще не доступны. На кнопочке еще у нас есть с вами раздел отчеты. И вот здесь у меня есть отчеты по протоколам расчета себестоимости и периоды заданий к расчету. И если я выбираю периоды заданий, то есть я вижу, что у меня вот эти задания, которые были сформированы по этой фирме, мне не дают провести полностью, установить дату редактирования, такую, какую я хочу. И мне надо вот эти вот не выполненные задания к расчету и необходимо либо удалить, либо проверить, почему они возникли и устранить причину. Итак, я смотрю значит на дату дату блокировки мы с вами посмотрели. Сейчас мы с вами еще раз вернемся к нашему к нашим слайдикам и посмотрим вот какие слайды. То есть мы с вами посмотрели рабочее место регламентной операции и посмотрели с вами, что через меню настройки нам доступно. Мы смотрели настройка блокировки от изменений, а еще мы можем изменять параметры настройки блокировок. То есть вот в этот раздел мы сейчас с вами и сходим. До того мне хотелось показать вам еще вот такой слайдик. То есть когда мы с вами переходим в раздел настройка параметров операции, мы с вами видели уже вот такую картинку. То есть это наш предыдущий с вами шаг. То есть мы смотрели настройку блокировки и изменения. Можно заблокировать и заблокировать по. Сейчас переходим снова к нашим настройкам. Переходим в меню настройки и вот это мы с вами посмотрели, а вот это еще не посмотрели. Переходим в этот режим. И когда мы переходим в этот режим, у нас с вами возможность настроить вот такие параметры. При этом обратите внимание, мы можем настраивать все параметры, нам доступны общие параметры, а можем выбирать какой-то конкретный раздел, который нас интересует. например, распределение затрат и расчет себе стоимости. Мы можем изменить настройки в соответствии вот с нашими возможностями. Но мы сейчас выбираем общие параметры и смотрим. То есть регистрация ошибок. Какие ошибки у нас могут быть. Ну, естественно, все проходим варианты. Настройка предварительных закрытиев месяца. То есть что у нас сюда будет входить. Ну, естественно, мы оставляем такую настройку, как есть. И настройка окончательного закрытия месяца. То есть что программа будет делать при окончательном закрытии месяца. Ну, во-первых, хронологическую последовательность, а во-вторых, мы можем выбрать отклонение себестоимости будут нам выделяться дополнительно или не будут. Ну, естественно, варианта у нас да, нет. И мы подошли как раз к самому интересному моменту блокировка от изменений. Если мы используем механизм блокировки, то у нас установлено да, по умолчанию механизм блокировки у нас всегда установлен да. Я его могу установить, естественно, нет. В этом случае у меня подсветка будет красным, шрифт красным, и механизм использоваться не будет. Я все-таки оставлю, что да, пусть он у меня будет. вот. И таким образом мы настраиваем возможность вообще отмены блокировки или ее используем. И по кнопочке еще, как вы видите, нам доступно восстановление параметров, то есть восстановление настроек до настроек по умолчанию, либо сохранение тех настроек, которые я конкретно задала вот при этом сеансе. Так, ну и естественно, я выбираю сохранить и закрыть. И в этом случае у меня будет пересчет. Пересчет по закрытию месяца выполняться уже на других условиях. Еще раз вернемся с вами к слайдикам. напомню еще, что настройка, механизм настройки у нас включен по умолчанию. Значит, соответственно, вот мы с вами смотрели, если мы устанавливаем общий период, то он действует для всех организаций и действует механизм проверки, что что у нас разрешено, по какой период рекомендуется закрытие и что мы хотим закрыть. Если мы хотим установить максимально возможный период, естественно, мы смотрим на графу можно заблокировать и, как я говорила уже по пиктограммке стрелочкой переносим дату в столбик заблокировать. И вот такая пиктограммка, то есть мы с вами это уже смотрели, блокировка, устанавливаем либо общий период, либо максимально возможный. Это у нас уже с вами немножко другая ситуация, то есть если мы с вами перешли из меню настройки, перешли в журнал блокировок, то мы можем установить два варианта блокировки. Сейчас еще раз посмотрим. Значит, кроме того, что нам доступно, через меню настройки мы можем посмотреть вот таким вот образом. Сейчас я разверну на экран. то есть это журнал блокировок. Мы с вами смотрим клавишу заблокировать и у нас есть еще возможность выбора, то есть установить общий период для всех организаций или установить максимально возможный период. Таким образом мы с вами уже это смотрели по какой период производится блокировка. Сейчас возвращаемся к слайдику вот таким образом. И соответственно если мы выбрали например неважно общий период или максимально возможный период и нажали кнопочку заблокировать то в этом случае у нас появится вот такое сообщение что период закрыт и заблокирован от изменений. Но поскольку я сейчас не буду себя закрывать периоды то соответственно вот только на слайдике могу вам показать что появится вот такое сообщение. И теперь еще хочу повернуться к разделу МЦИ-администрирование и настройки запрета дат редактирования которое мы делали с вами немножко раньше через раздел МЦИ-администрирование. То есть когда мы проваливаемся с вами по гиперстылке настроить мы попадаем вот в такой интерфейс мы с вами его уже видели и собственно выбираем дату запрета. То есть общая дата по разделам и по разделам и по объектам. На что влияет выбор каждой конкретной настройки. Значит если соответственно мы выбираем общую дату то при этом она задается одна для всех и собственно говоря мы поскольку выбирали для всех пользователей то она у нас будет общая. если мы мы уже с вами разобрали что если мы выбираем каких-то отдельных пользователей то мы задаем список пользователей для которых вводится данное ограничение. Если мы выбираем по разделам то соответственно мы можем заблокировать какие-то конкретные разделы например казначейство продажи закупки ну то есть для каких-то конкретных блоков дивизионов можно так сказать мы устанавливаем запрет например сведения по продажам закрыты для редактирования там со следующего дня после закрытия месяца извините и отдельно это если мы выбираем по разделам и по объектам то есть в этом случае мы можем выбрать объект который должен быть закрыт для изменений в этом случае мы можем выбрать виде объекта как я уже говорила например договора и сейчас перейдем с вами в конфигурацию вот таким образом это мы с вами повторю через настройки NC и администрирования то есть первый вариант установки даты редактирования который у нас обычно задается касательно пользователей то есть это у нас настройки прав вот она у нас дата запрета изменения и вот она у нас настраивается здесь мы с вами можем выбрать например по разделам и объектам и мы выбираем уже тогда из открывшегося меню соответственно объекты которые нам нужно зарегистрировать изменения например банк или зарплата или кадровый учет ну то есть соответственно то что мы хотим заблокировать вот я выбираю например банк и задаю параметры по дате запрета но кроме того что я здесь выбираю какой-то конкретный объект мне доступна вот такая кнопочка отчет что я в этом случае увижу то есть я увижу отчет по блокировкам которые установлены то есть видите что у меня сейчас установлены для всех пользователей кроме указанных установлена общая дата и так далее то есть дата когда я это установила и комментарии то есть это настройки были по умолчанию естественно если я выберу какую-то другую настройку то здесь будет отражаться то что я выбрала чтобы я не запуталась и не заблудилась что же что же мы в итоге запрещаем блокируем повторюсь это дата запрета изменений данных и кнопочка отчет доступна снова вернемся к нашим слайдикам и мы с вами посмотрели общая дата по разделам и по разделам и объектам и соответственно это эти варианты вот вы видите на экране что что нам разрешают какие действия нам разрешают и что выполняется при выборе конкретного условия то есть как я уже говорила при создании объекта то есть при не при создании объекта а при запрете даты редактирования по разделам и по объектам у нас с вами производится дополнительная проверка есть ли ссылки на данный объект и соответственно когда такие ссылки находятся то программа вам не даст выполнить такую выбрать такую операцию она пишет предупреждение и вот если мы это предупреждение видим то соответственно можем изменить ситуацию только если перейти по этим ссылкам и изменить их либо изменить их значение либо выбрать другой вариант например если мы выбираем договор какой-то в качестве объекта то в этом случае у нас доступно мы можем запретить например редактирование объекта то есть мы его запретили и теперь что мне делать с тем что если не срочно пожарном порядке потребовалось все-таки внести изменения в договор я напомню мы его заблокировали как объект от внесения изменений и соответственно ничего не можем здесь сделать в этом случае у меня всегда есть возможность вернуться в объект то есть вернуться в карточку объекта и сейчас мы с вами это сделаем на базе то есть через кнопку еще волшебная кнопочка еще отменить запрет на редактирование то есть вот такая ссылка разрешите редактирование документов она у нас действует не только в договорах она у нас действует и в номенклатуре и в других элементах соответственно если я отменяю запрет на редактирование я могу изменить какие-то данные но естественно мне нужно быть очень внимательным тем что я меняю ну сейчас мы с вами это посмотрим например например ну возьмем вот меню продажи возьмем договора с контрагентами возьмем ну вот какой нет не черновик возьмем вот статусе утвержден значит выбираем любой договор напомню я хочу отменить запрет редактирования потому что как вы видите вот здесь у меня уже не доступна кнопочка выбора я могу только просмотр а вот мне загорелось я очень хочу внести изменения значит в этом случае я через кнопочку еще соответственно выбираю обмену запрета на редактирование ну и вывожу дополнительную информацию которую могу использовать для редактирования для перехода в редактирование использую версия договора открыта только для чтения для перехода в режим редактирования следует использовать подменю редактировать то есть я в этом случае должна перейти в другой режим потому что у меня для конкретного пользователя то есть под которым я сейчас захожу возможности отмены через кнопочку еще не предусмотрено но если у вас полные права то естественно вам это будет доступно и напомню еще раз что возможность редактировать настройки по закрытию месяца у нас доступно тоже только для пользователя с полными правами то есть все действия которые у нас с вами выполняются мы вот в данной данной конкретной ситуации можем делать только если у нас есть на это права и работать с разделом НСИ и администрирование то есть установка дата редактирования тоже возможно только с полными правами значит еще раз возвращаемся вот к такому слайдику это мы с вами смотрели отчет который мы можем вывести в разделе установка дата редактирования через гиперссылку настройки в меню НСИ и администрирования и здесь у нас с вами еще осталось неохваченным так сказать рабочее место автоматическое выполнение операции при закрытии месяца на самом деле сейчас мы перейдем в этот в это в это меню настройки и вот через меню настройки мы можем перейти настройка автоматического закрытия месяца это тоже рабочее место но с этим рабочим местом нужно быть очень аккуратным потому что соответственно автоматическое закрытие месяца предполагает что программа без вашего участия будет формировать такую процедуру и мы выбираем естественно организацию по которой хотим установить такой режим выбираем закрытие прошлого месяца на каких показателях делается например с 5 числа текущего месяца мы закрываем редактирование для документов прошлого месяца но обратите внимание у нас здесь есть возможность выполнять закрывать оперативный учет и закрывать регламентированный учет то есть например закрывать оперативный учет это значит что мы закрываем возможность вносить новую операцию закрываем регламентированный учет это значит что мы уже и регламентные операции по отражению в учете тоже закрываем от редактирования и за текущий месяц у нас будет с вами возможность выбора либо окончательного закрытия либо предварительного закрытия то есть ну естественно мы выбираем допустим вот окончательное закрытие и здесь также дублируем либо оперативный учет либо регламентированный учет и теперь переходим к заданию расписания то есть к изюминке процесса значит соответственно мы можем настроить когда ну там например время начало в 11 30 дата окончания там каждые сколько дней то есть например ежедневно или раз в два дня ну то есть соответственно своим потребностям нашим как бы условием бизнес-процессов и условием безопасности которые установлены и собственно говоря мы можем настроить дневное расписание недельное месячное то есть достаточно проставить флажки чтобы чтобы ограничить период после того как мы настраиваем вот это расписание нужно понимать что соответственно если у нас настроено автоматическое выполнение операции например на этот месяц у нас настроено автоматически закрывать расписание закрывать месяц в определенное время ну например там в 8 вечера а я в 9 часов пытаюсь запустить еще вручную эту операцию вот в этом случае у нас ручная операция не сработает потому что уже настроено автоматическое ну и естественно если мы например настраиваем дневное расписание с интервалом например каждые 3 часа то это будет в общем-то излишняя предосторожность ну на самом деле это будет нагрузка для системы потому что все-таки закрытие месяца требует определенных выполнений определенных регламентных процедур и программа будет постоянно отрабатывать эти алгоритмы и будет замедляться действия допустим каждые 3 часа то есть естественно лучше устанавливать во-первых ночное время во-вторых например еженедельно или там ежемесячно но не не каждый день не каждые полчаса ну то есть продумать какие какое расписание вы хотите задать для автоматических закрытий если вы хотите все-таки воспользоваться этой возможностью так это мы с вами закроем сейчас и здесь еще один момент мне хотелось бы остановиться конкретно на самом закрытии месяца и у нас с вами здесь есть еще кроме рабочего места у нас есть с вами финансовый результат регламентные документы то есть регламентные документы это документы которые создает программа соответственно ну например вот расчет курсовых разниц это мы с вами уже говорили про изменения в учетной политике в соответствии с федеральным законом за 22 год то есть соответственно мы можем посмотреть мы можем посмотреть проводки которые формируются по данному разделу и например какие-то вот так сделаем и например вывести отчеты нам здесь доступно например движение документа это отчет по конкретным регистрам которые затрагивает этот документ то есть у нас возможность просмотреть регистр проводки ну то есть все подробности по операциям и если у нас есть какие-то за старые например периоды какие-то операции которые как мы уже с вами смотрели через сейчас еще раз вернемся через регламентное задание через кнопочку еще и задание к расчету если у нас с вами есть невыполненные задания что нам не дает закрыть месяц то в этом случае мы с вами должны почистить эти задания потому что если уже период закрыт то предполагается что все никаких изменений уже не будет то есть вы готовы закрыть период для редактирования соответственно невыполненные задания уже собственно мешают только закрытию ну и кроме заданий к расчету общего закрытия месяца вы можете посмотреть еще и задания уже по конкретным разделам то есть либо по основным средствам либо по нематериальным активам ну то есть в соответствии с печеньем который нам доступен на самом деле вот такое предупреждение то есть что требуется пересчет ну в моем случае с марта выдает позволяет выполнять следующие операции то есть я могу выполнять операции например и за июль и за июнь и за август то есть предупреждение у меня есть но операция будет выполнена ну естественно я выбираю допустим окончательное закрытие в этом случае программа мне сильно будет ругаться то есть писать что не удалось закрыть какие ошибки и очень удобный сервис у меня доступен по ссылке подробнее я могу открыть и посмотреть то есть это будет подсказка для того что мне нужно подкорректировать ну вот к сожалению не очень быстро формируется потому что документов у меня достаточно много пока формируется мой отчет за прошлый период я хочу остановиться на особенностях которые у нас имеются для работы с этим рабочим местом то есть в других конфигурациях в более ранних релизах выполнение этой операции то есть закрытие месяца требовало монопольного режима и в общем-то это ну поскольку операция достаточно длительная была неудобна сейчас у нас в управлении холдингом то есть ERP управления холдингом эта операция может выполняться параллельно с действиями других пользователей то есть нет необходимости в монопольном режиме и нет необходимости в остановке работы то есть пользователи могут выполнять какие-либо операции естественно кроме операции закрытия месяца и вот здесь вот значит нужно сделать такую оговорку если при работе с документами ну например продажи закупки мы можем запустить несколько сеансов одновременно то при работе с рекламентными операциями то есть закрытия месяца мы такой возможности не имеем то есть возможность запуска нескольких сеансов будет недоступным так ну у меня программа взялась пересчитывать те примеры которые у меня введены к сожалению ну давайте переключимся с вами на слайдике то есть мы с вами посмотрели настройку автоматического выполнения закрытия месяца еще раз не будем сюда возвращаться хотелось мне еще рассказать вам про некоторые сервисы которые в общем-то очень облегчают жизнь и на самом деле сейчас приобретают большое распространение такой сервис очень ну на мой взгляд очень интересный и очень нужный сейчас действует я вам покажу слайдик которым про него подробно написано то есть сервис распознавания первичных документов достаточно давно команда команда FSOL занималась уже таким сервисом но это было очень дорого это было очень неуклюже ну и с тех пор конечно прогресс прошел дальше значительно и теперь этот сервис уже именно от компании 1С распознавание первичных документов из скана копий то есть в общем-то если у вас есть например потоковый сканер то внесение первички фактически товаротранспортные накладные акты выполненных работ и так далее позволяют этот процесс автоматизировать и естественно как можно больше сократить время необходимое для этого то есть мы берем первичные документы складываем их в сканер сканер их сканирует или фотографирует в зависимости от того какой аппарат и после этого сканы загружаются в 1С и распознаются в качестве документов и собственно говоря после этого необходимо уже только проверить все ли у нас качественно произошло естественно когда у вас многострочные документы то это огромное преимущество и огромная экономия и людских ресурсов и времени и еще про два сервиса мне хочется сказать постараться успеть то есть так вот сформировалось у меня нет еще не сформировалось значит когда мы с вами работаем с разделом рекламентированный учет у нас с вами тоже появился очень интересный не так давно он появился появился сервис личный кабинет единого налогового счета ЕНС он вот у нас располагается в меню регламентированный учет и личный кабинет ЕНС на самом деле это окажется немножко странным потому что у нас с вами есть личные кабинеты и в другом то есть вот в разделе 1С отчетность мы к ним уже давно привыкли но несмотря на то что в этом разделе личные кабинеты у нас есть личный кабинет с налоговой инспекцией то ну вот они у нас здесь видно а сейчас у нас вылез баннер который касался единого налогового счета то есть программа сама себя хвалит говорит какая она умница и что мы вот с этими вот организациями которые здесь перечислены можем подключить сервис 1С отчетность подробнее мы можем посмотреть об этом сервисе по гиперссылке ну и подключить если тоже совсем несложно что это за сервис этот сервис позволяет напрямую минуя операторов ТКС соответственно обмениваться информацией вот с этими вот фискальными органами зачем нам нужен этот сервис и зачем я о нем сейчас говорю потому что на самом деле несмотря на то что здесь есть личные кабинеты для налоговой службы то есть и для юрлиц и для предпринимателей в этих кабинетах мы не можем посмотреть сведения по работе с единым налоговым счетом если мы с вами хотим подключить возможность работы с единым налоговым счетом то нам нужно личный кабинет сейчас откроется ну интерфейс естественно вот у нас несложный я выбираю организацию которую хочу подключить и вся в радостном предвкушении но мне программа в этом случае будет ругаться что извините для того чтобы подключить личный кабинет по единому налоговому счету мне необходимо сначала подключить сервис 1С отчетность то есть тот сервис про который мы с вами только что посмотрели рекламный баннер и вот только после подключения этого сервиса то есть 1С отчетность уже будет возможность подключать тот сервис который мне собственно говоря и нужен скажем так ложка дегтя в этом то что сервис 1С отчетность у нас условно бесплатный если у вас подписка ТС проф в этом случае он бесплатный для одного юридического лица для остальных юридических лиц естественно за денежку и вот после того как вы уже подключили сервис 1С отчетность вы можете запускать единый личный кабинет по единому налоговому счету то есть как говорится не все так просто но к сожалению видите у меня долго формируется даже если я выберу другое юридическое к сожалению не будет быстрее формироваться ну да вот ну собственно говоря таким образом у нас в разделе рекламентированный учет для использования личного кабинета по ЕНС мне необходимо использовать сервис 1С отчетность подключить сначала его а потом уже подключить личный кабинет то есть скажем так изюминка которая меня сильно привлекает требует требует еще дополнительного дополнительных денежек как к сожалению часто бывает но остальные личные кабинеты мы с ними уже хорошо знакомы и в принципе они привычные а вот этот появился недавно причем изначально он был для ИП только в последних релизах он стал уже и для юридических лиц доступен сервис очень интересный комфортный но вот к сожалению такое обременение дополнительное что требуется подключение сервиса 1С отчетности так теперь мы с вами отсюда уходим и единственное что мне еще хотелось бы успеть сказать это когда мы работаем с финансовыми результатами у нас с вами есть достаточно много отчетов то есть рекламентированных при закрытии месяца и дополнительно которые у нас располагаются дополнительные отчеты то есть вот в блоке отчетность и отчеты по финансовому результату вот здесь вне блока дополнительные отчеты которые нам доступны мы можем подключить то есть нам дополнительные отчеты которые вы сами создаете возможно подключение вот таким образом а сервис отчеты по финансовому результату мы можем через вот эту ссылочку как вы видите перейти в отчеты и только по закрытию месяца у нас здесь достаточно много отчетов и про себестоимость ну то есть вот видите при переходе по гиперссылке мы можем эти отчеты получить отчетов достаточно много и есть такая возможность у нас если мы выбираем вот здесь все отчеты то мы переходим вот в такой журнал здесь мы видим отчеты которые перечислены ну например вот хочу я этот отчет и если я сейчас нажму вот здесь то я перейду в этот отчет а если я использую кнопочку изменить то у меня в этом случае доступно вот такое редактирование то есть ну описание он может может быть может не быть то есть вот это все про конкретный отчет а вот эти настройки позволяют добавлять пользователей которые я хочу чтобы видели этот отчет то есть например я хочу разрешить некоторым пользователям чтобы они видели этот отчет но у меня установлено все пользователи естественно например если я установлю не все пользователи а вот например бухгалтеры то в данном случае у меня один бухгалтер, я могу все пользователи убрать и назначить только избранных, избранные жертвы, те, кому будет доступен данный отчет. Я переношу моего пользователя в выбранный список и, соответственно, сохраняю и закрываю. Тогда данный отчет или группа отчетов, как вы выберете, будет доступна только перечисленным лицам. Ну или, допустим, я хочу удалить. Человек уволился, я хочу удалить. Или перевелся на другую должность, для которой этот отчет уже не актуален. Ну, то есть ситуации разные. И разделы. То есть я могу добавить разделы. То есть хочу, чтобы у меня, ну, например, какой-то мой специалист, кладовщик, видел отчеты по казначейству. Естественно, я утрирую. То есть, но я утрирую в отношении того, что кладовщик у меня захотел видеть банк. А на самом деле, то есть я могу выбрать любой раздел и отметить флажками, что я хочу дополнить для видимости этому человеку и отобрать конкретных людей. На этом, к сожалению, наше время уже с вами закончилось. Я сейчас возвращаюсь снова к нашим слайдикам и хочу показать вам титульный лист нового нашего слайда и напомнить наши контактные данные. То есть наши телефоны, электронная почта, телеграм-контакты. И пригласить вас к сотрудничеству. Мы будем очень благодарны вам за обратную связь, за вопросы, которые, может быть, у вас возникли. Присылайте любым удобным для вас способом. Мы сможем на них уже и более подробно и предметно ответить. И будем очень рады оказаться вам полезными. На этом разрешите попрощаться с вами. Поблагодарить за время, которое вы нам уделили. Всего вам доброго. Хорошего дня. Субтитры создавал DimaTorzok